ну давайте я потихоньку начну объяснять значит сейчас я сделаю то что нужно чтобы пока вы были свежие так это дополнение координатному представлению где обыгрывается тот факт что если есть вот такие коммутаторы между двумя операторами так то они автоматически предполагают они автоматически предполагают что у q и p или любых других операторов а b которые коммутируют также так только непрерывный спектр отсюда делается несколько принципиальных выводов так который нужно обсудить очень прежде всего если мы живем в ковариантном виде мире так вы приводится то очевидно что вот эти соотношения следует обобщить обобщить до вот таких нет по договоренности она не всеобщая но она предполагается наиболее приемлемый это бьеркин дреу и все остальное что настольная книга для всех кто занимается цивилистическими квантовыми эффектами значит во первых контравариантные танзора отредоставляются с истинами так именно контравариантно же меню поняли да ну пусть и нет у меня места для тех единичек и так поймете так значит метрика минковского жену один это временная компонента и и житая это дельта и житая это минус 1 тогда у нас для п и т ку житая так для пространственных компонент отсюда следует же меню для и жи это отрицательная единица будет минус и аж дельта и жи то же самое что должно быть так но должен быть тогда еще по предположению так может быть еще следующий коммутатор ну либо п 0 либо аж сразу так с т это и аж вот этот коммутатор нам с вами нужно обсудить потому что с точки зрения эритивизма он как бы вроде должен быть потому что мы должны пользоваться именно ковариантами величинами другой стороны надо всем уложить себя что в квантовой теории такой коммутатор и такая такой оператор как оператор времени бессмысленный причина совершенно простая поскольку вот эти коммутаторы абсолютно однотипны единственная разница что здесь купе а здесь ht то у h и т по тем же самым схемам будет чисто непрерывный спектр если ты вполне годится на роль величины с чисто непрерывным спектром вроде как так то саш беда так потому что примеры очевидны совершенно что аж отнюдь не обязательно должен быть только непрерывный спектр аж может наоборот иметь чисто дискретный спектр есть то у нас потенциальная яма с бесконечно высокими стенками более того для того же осциллятора мы знаем что спектр аж сугубо положительный а с точки зрения вот этих коммутационных соотношений он должен быть чисто непрерывный от минус до плюс бесконечности поэтому вот этот коммутатор точки зрения той квантовой теории который у нас в работе он неприемлемо об этом криком криком кричали гейзенберг дирак и швингер так ну вот гейзенберг дирак вам известны швингер это создатель современной квантовой электродинамики и всей техники пропагаторов функции грина и на самом деле диаграмм феймана диаграмма феймана это всего лишь наглядное представление техники пропагаторов так вот у швингера вот это сформулировано наиболее ярко что этот коммутатор квантовой теории должен быть запрещен потому что он противоречит физической природе энергетического спектра в гамильтониан мы закладываем всю информацию взаимодействия к системе то есть реальной динамики и именно спектр нам дает информацию о том какова динамика системы если допустить такое то вся информация о динамике системы из гамильтониана уходит но есть одно гипотетическое исключение если бы удалось создать ну лучше сказать так безмассовые фермионы на сегодняшний день даже нейтрино массу получила пока висел вопрос масса нейтрино это вопрос возбуждал так почему потому что уравнение диаграмм фермионов спектр в отличие от швингера вот такой есть верхний порог есть нижний порог здесь могут быть дискретные уровни а вот здесь сплошной спектр если масса есть есть энергетическая щель 2 mc квадрат так ну уровня не диаграмм она летит риск она видит массу покоя поэтому вот так но если масса равна нулю то мы получаем сплошной бесчелевой спектр от минус до плюс бесконечности так вот не факт но может быть поэтому графен как лист не получается так потому что графен это безмассовые фермионы если он свободный они на подложке так тогда бы для графена вот это могло существовать так понятно но графен однослойный свертывается биллэйр поэтому даже он не хочет подчиняться условию однослойной плоскости и в результате никакого безмассового примера у нас с вами на сегодняшний день нет так ну я не могу сказать что из существования т можно сделать какие-то эпохальные выводы так но факт заключается в том что в квантовой теории это вложить себе очень хорошо так т число именно число параметра несущего пространства так у нас все есть функция так канонические функционные соотношения устанавливаются при фиксированном времени но ты при этом это именно число а не оператор второе упражнение на эту же тему на всякие случаи лучше чтобы его вы знали а не знаю хотя у нас места хватит это насчет фаза осциллятора если бы фаза осциллятора существовала так то ее следовало бы ввести следующим образом у нас q для осциллятора это а косинус омега т плюс фи так п а синус омега т плюс фи это имитирует движение частиц по окружности так и тогда а так это у нас с вами ну я не пишу ничего q плюс и п так это был бы косинус плюс и фи то есть а в степени е и фи так а окрест был бы а в степени минус и фи поэтому с точки зрения логики введения фазы нам надо записать вот так а это ро е в степени и фи а окрест это е минус и фи ро где ро это корень из а окрест а а у нас еще омега т же должна быть или мы ее в данном случае я ввожу только фазу омега т здесь написано чтобы сымитировать движение по окружности нам важна фаза и важно что есть косинус и синус и фаза соберется в е и фи так значит ро это корень из числа окрест из числа осцилляторных квантов в данном случае здесь все легко проверить потому что во-первых вот этот оператор прекрасно определен ро это сумма по n где n это осцилляторное состояние корень из n n так n от нуля до бесконечности так поэтому корень из n это уже арифметический корень прекрасно определен и с точки зрения определения корня здесь у нас все прекрасно такой корень можно определить через спектральное разложение в общем случае если есть точка ветвления то корень уже так просто определить нельзя поэтому корень из оператора вещь которая всегда требует разборки но у нас все прекрасно дальше записываем кондиционные соотношения а а крест минус а крест а это у нас с вами а а крест е и фи сокращается это будет ром квадрат минус . перейдем значит и минус и фи а крест а секунду е минус и фи ну давайте ро квадрат так е в степени и фи и это должно быть равно 1 так вот формате нормально пишет черной стороны бывает так значит переписываем это соотношение уже в терминах ро квадрат и n ну ро квадрат давайте обозначим за n за наш оператор а креста тогда вот это соотношение если мы вот эту экспоненту отправим вот сюда будет написано так е и фи n минус n е и фи равно е и фи согласны то есть у нас теперь кондиционная соотношение совершенно верно это означает что у нас е и фи n должны коммутировать на е степени и фи так какой будет коммутатор между n и фи чтобы выполнялось вот такое соотношение какой ну-ка 1 ну букву i забывать не надо так фи n равно минус i почему потому что если у нас так то этот коммутатор вычисляется через производную правильно так производная от е и фи это и е в степени и фи и с минус и сокращается остается е и фи но эти коммутационные соотношения снова имеют вид типа купе понятно если они имеют вид типа купе тогда у них обоих чисто непрерывный спектр если в отношении фазы мы снова имеем полное право предполагать что так оно и есть то буква n как известно это целые неотрицательные числа так поэтому никакой фазы для осциллятора вести не получится так понятно все ясно замечательно так вот мы с вами здесь все разобрали теперь давайте двигаться дальше так значит здесь все разумели да понятно эта вещь достаточно принципиальная потому что соблазн вести оператор времени по аналогу с оператором координаты достаточно большой так но надо понимать что здесь лбом об стенку теперь давайте уже вернемся к нашему шеренгеру и сейчас остановимся на не стационарном варианте на некоторое время так лучше давайте его сейчас сразу разберем точно придется потом ссылаться значит в прошлый раз у нас был вариационный принцип так а вот до этого имеет смысл и опять же лучше в начале чем в конце обсудить два момента первый момент первый момент что прямым следствием этого уравнения шеренгера является уравнение непрерывности так значит берем это уравнение сопрягаем здесь в круглых скобках все вещественно поэтому для сопряженной функции уравнения отличаются только вот этим знаком умножаем 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 это на пси сопряженная это уравнение умножаем на пси так и вычитаем слева будет и h пси сопряженная d пси по dt плюс пси d пси сопряженная по dt так справа у нас с вами а останется следующее ну вот теперь давайте перейдем к явному виду воплостиана минус h квадрат на 2m пси сопряженная воплостиан пси минус пси воплостиан пси сопряженная согласны, господа? надо добавить и вычесть нам воплости на воплости сопряженная ну зачем? ну чтобы расписать это как дивергенцию ну здесь ответ давайте сразу напишем так что пси сопряженная воплостиан пси минус пси воплостиан пси сопряженного это на 2 пси сопряженная на 2пси минус пси на 2пси сопряженная так если мы раскроем действие наблы то получим либо 2наблы так ну здесь тоже будут тогда 2наблы они сокращаются а остальное даст нам как раз лопусиану так это есть див так если мы перегруппируем наши коэффициенты то получим следующее соотношение d модуль пси квадрат по dt это левая часть так плюс дивергенция держи равно h на 2ми так это вот игра коэффициентов пси сопряженная набла пси минус пси набла пси сопряженная это уравнение непрерывности которое вложено в уравнение Шейдингера как добавок так же как и уравнение Максвелла так дополнительное уравнение непрерывности есть на самом деле одно из уравнений системы я вам даже показываю специально что только тогда у нас все выкладки замыкаются так как должны быть и правильно выделяется поперечная компонента значит здесь это так единственная оговорка что при этом v должен быть в нашем случае просто вещественной функции если мы работаем в кратном представлении а если это в общем виде делать то должен быть обязательно эрмитлевым оператором так если это не эрмитлевый оператор то справа уже будет не ноль так и тогда у нас с вами некоторые соотношения сильно поменяются как раз вот к ним сейчас давайте перейдем значит это дифференциальная форма так этому соотношению удобно придать интегральную форму для этого снова давайте введем некоторый объем омега с границей эпсил так и задаем вопрос какова вероятность обнаружить частицу внутри нашего объема и как она будет со временем значит p омега это интеграл по омега d r psi от r т т квадрат так в общем случае это функция времени d p омега по d t это интеграл по омега d r значит единственная оговорка я специально здесь не оговорюсь вот здесь поскольку мы вводим вероятность функция psi должна быть формирована на единицу так ну это уже все и так понимает значит вводим производно понятно ну я наверное продолжу вот сюда здесь будет и так понятно так значит заменяем d mod psi квадрат по dt на минус дивергенцию g так а для интеграл от дивергенции используем формулу трата отречки количества авторов так ну по-хорошему это формула Грина сегодня так хотя если кто-то скажет по-другому я его нажать не буду значит минус интеграл по поверхности d sigma на g где d sigma да это векторный элемент поверхности d sigma по определению это скаляр d sigma элемент площади так и n внешняя нормаль так именно так записывается формула Грина значит смысл дальше следующий вот из этого поверхностного грауса видно что такое g так если у нас вектор g направлен в целом наружу по отношению к объему так то скалярное произведение g с внешней нормалью так будет в целом положительно тогда у нас вот этот поверхностный интеграл положительный и у нас вероятность частицы внутри объема убывает так что физически и показывает что смысл g это ток переноса так частицы выносят из объема как раз это регулирует вектор g если g направлено в среднем наружу то частицы из объема уходят если же наоборот g направлено в целом внутрь так то скалярное произведение n g будет отрицательно значит тогда у нас будет два знака минус так в результате знак плюс и вероятность частицы внутри будет увеличиваться частицу вносят в объем за счет того что g имеет другое направление поэтому смысл уже очень прозрачный это ток переноса так для дискретных уровней на бесконечности никакого переноса нету поэтому там все бывает просто потому что мозг психоквадрата бывает так а в задачах рассеяния где у нас действительно есть асимптотики на бесконечности так не нулевые там это все работает очень даже хорошо собственно через g мы задачи рассеяния с вами и будем разбирать поэтому вот это соотношение лучше сначала пока вы свеженькие так все должны понимать что это фактически дополнительное уравнение к уравнению Шеттингера и можно просто по-честному как и в случае в районе Максвелла писать фигурную скобку включая туда уравнение неправильности но если у нас с вами почему-то v сделан комплексным так тогда справа не 0 так и тогда у нас с вами будет происходить не только перенос частиц так но еще и реальная убыль или прибавление частиц за счет комплексной части потенциала такие вещи иногда используют когда нужно сомертировать например температурную реакцию так частицы сталкиваются проходят сквозь туннельный барьер так и потом уходят из объема образовав новую частицу ну например d плюс d так это либо t плюс p либо или 3 плюс n так входящие частицы так исчезли вероятность их изменилась так насчет того что у нас с вами идет реакция и эту реакцию в ряде случаев действительно удобно имитировать с помощью комплексной части потенциала так такие штуки реально есть потому что ввести ее как динамическую часть задачи иногда очень трудно так во первых это совершенно другой тип взаимодействия сильные взаимодействия а если осматриваться кулонская часть задачи с тренерирование сквозь кулонский барьер то вводить туда дополнительные слагаемые причем сложные слагаемые это сильную задачу когда это и не требуется но чтобы сымитировать то что частицы среагировали и исчезли так для этого нужен как раз комплексный потенциал значит здесь все ясно в принципе тоже все ясно так дальше маленькое эссе по поводу волновых пакетов так пусть у нас свободный гамальтониан свободная частица тогда у нас он имеет чисто непрерывный спектр так ровно тот который мы в прошлый раз с вами обсуждали так это наши плоские волны еп это п квадрат на 2м теперь п это уже собственное значение а пси п это единица на 2п ну пусть трехмерный случай тогда здесь будет 3 вторых е и h пр так так это наш базис гамальтониана в виде плоских волн которые как я в прошлый раз сфигурирую теперь поскольку это на самом деле обобщенный базис построим реальный волновой пакет как суперпозицию плоских волн с огибающей с так значит огибающая пакета у нас должна быть нормированная единица чтобы это был настоящий пакет он остается в и 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 вот сюда садить. Так? Ну, на всякий случай, чтобы было понятно, определенная интеграция какая. Так, значит, вот это уже нормальное, нормированное состояние. Так? Пси. Так. Пси равно единице при любого Т. Так? Значит, преволюция во времени такого пакета, это реально. Ну, давайте напишем, чтобы она была в явном виде. Значит, Пси от РТ. Этот пакет мы создали, вот здесь давайте напишем, Пси от нуля все-таки. Так? Это Е минус И на H, HТ на Пси от R 0. Так? Это есть интеграция. Вот еще с другой стороны не писатель. Что? Не-не-не, это же 0. А, да. Значит, смотрите. Миш, вот этот пакет мы создаем в начальный момент времени. Гладкий, хорошо себя ведущий. Так? Значит, теперь отпускаем динамику во времени. Здесь появится тогда у нас Е минус И на H, Е, П, Т. Это экспонент оператора эволюции действует на свои собственные функции. Так? И дает нам фазы. Пси П от Р, по-прежнему умножить на С от ЕП. Так? Понятно? Вот. И теперь давайте зададим следующий вопрос. Какова вероятность обнаружить частицу в некотором конечном объеме пространства, типа объема, который введен вот здесь. Значит, это у нас с вами П омега от Т, интеграл по омега. Так? Берем интеграл по ДР. Так? Тогда у нас с вами вот эти функции за счет нормировки, так даже напишем, написать. Ну, давайте напишем. Значит, ДР по объему. Вот омега. Так, значит, ДЕ. Двойной интеграл ДЕП. ДЕП штрих. Так? Или лучше вот так. ДЕП штрих. С звездочкой от ЕП. С от ЕП штрих. Это я честно расписываю. Пси сопряженные Пси. Так? Умножить на Е в степени И на H ЕП минус ЕП штрих Т. Так? На Пси сопряженные П от Р. Пси П штрих от Р. Ну, интегрируем. Так? Значит, смотрим сразу. Если мы интегрируем по всему объему, так, то мы вносим этот интеграл внутрь, пользуемся ортогональностью, ну, или нормировкой Пси П на Дельту функцию, тогда двойной интеграл снимается, здесь будет модуль С квадрат, а экспонент уйдет, потому что ЕП будет равно ЕП штрих. И при любом времени, естественно, полная вероятность частицы сохраняется, потому что она у нас с вами никуда не девается. Но, если объем конечен, так, омега, то вероятность обнаружившей частицы в этом объеме при бесконечном времени будет подчиняться Леме Риммена-Лебега. Теперь Дельта функции нету, поэтому показатель экспонента не ноль, экспонента при больших временах начинает бесконечно быстро осцелевать, а функция панатегральная у нас с вами за счет наличия огибающей, это хорошая гладкая функция, так, поэтому мы попадаем в действие Риммена-Лебега, так, и это означает, что, как и должно быть, эволюция свободной частицы со временем означает, что она из любого конечного объема уходит на пространственную бесконечность и живет именно там. Но физически, кстати, легко понять, так? При любой нервовой скорости свободная частица что сделает? Свободная. Улетит. Так что ничего, никакого Америки мы не открыли, так и должно быть, а раз она улетает, то любой исходно локализованный пакет со временем у нас расплывается. Можно даже предъявить очень такую грубую оценку, но она очень грубая, подчеркиваю, на время жизни пакета. Я это сделаю для одномерного случая, поскольку здесь все будет тогда наглядно, но подчеркиваю, не надо относиться к этой оценке как к чему-то серьезному. Эта оценка, она показывает, что любой пакет живет в конечное время, так? Но правильность ответа для времени жизни очень условна. Тем не менее, это стоит знать, значит, вот наш исходный пакет, вот его ширина в конфигурационном пространстве, это А. Тогда по соотношению неопределенностей, у нас дисперсия координаты, корень из квадратичной дисперсии порядка А, тогда дисперсия импульса, опять же, не квадратичная, а как отклонение от среднего самого импульса, будет H на А из соотношения неопределенностей. Тогда разброс скоростей в пакете, так? Дельта В вводит порядка H на МА, так? И дальше ставим, ну, такое, несколько наивное условие следующее. Время жизни пакета можно оценить, как время, за которое у нас с вами за счет этого разброса мы перекроем размер пакета А, так? Тогда, грубо говоря, у нас компоненты пакета разойдутся так, что у нас исходная форма пакета полностью исказится. Очень условное соотношение, так? Но, тем не менее, оно показывает, что время жизни пакета конечной, так? Дельта Т будет порядка, соответственно, МА квадрат поделить на H. Не относитесь к этому соотношению серьезно, но оно показывает, что хотя бы действительно пакет живет в конечное время, после чего он расплывается. Ну, а реальная динамика, конечно, требует учета формы. Может быть, даже в атомной физике такую задачу вы делали. Задан галсту в пакет, найти время всплывания. Был такое? Был такое. Ну, задачка простая, так? Там для всплывания пакета получается уже более точный ответ. Но это связано с тем, что там обыгрывается конкретная форма. Здесь же всего лишь предъявляется тот факт, что действительно пакет реально живет в конечное время, после чего он с неизбежностью расплывется, частица уйдет на бесконечность. Да? А все остальное, это надо решать точную задачу. Все понятно? Все понятно. Замечательно. Поехали дальше. Значит, этот факт последний нам нужен будет, поэтому я на нем сейчас специально останавливаюсь. Ряд свойств важных, уже спектральной задачи, которую мы начали выбирать, hψ равно εψ, он завязан на вот это свойство лунового пакета. Теперь возвращаемся к тому, что мы начали делать в прошлый раз. Это свойство уравнение hψ равно εψ. Значит, в прошлый раз мы разобрали, насколько я понимаю, вариационный принцип. Он не менее важен, чем все остальное, поэтому в какой последовательности это излагать, это для нас не самое актуальное. А сейчас движемся дальше. Значит, белинтониан у нас с вами. Ратор. Следующее свойство это то, что в отличие от Герака, сразу оговорюсь, спектр задачи Шейзингера он всегда ограничен снизу. Ограничен снизу он минимальным значением потенциала, и это делать все очень просто. Вычисляем среди Си, H, Си. Так. Это то, что у нас с вами энергетический функционал обзывался. И сразу видим, что это будет средняя от кинетической энергии. Так. Буква Т, ну, это еще, наверное, из механики. Вам известно, что буква Т чаще всего обозначает кинетическую часть. Так. Плюс В, Си. Я так компактифицирую запись, потому что она всем понятна. Так. Ну, и дальше все видно. Значит, оператор кинетической энергии не отрицательный. Поэтому здесь у нас автоматически соотношение что-то больше равно нулю. Так. Тогда оценка на энергию у нас будет что-то больше либо равно интегралу по ДР В от Р модуль Пси квадрат. Так. А дальше используем известную вам, надеюсь, не забыто еще теорему о среднем. Так. это больше либо равно чем В минимально на интеграл ПДР модуль Пси квадрат. Так. Последняя есть единица. Так. Поэтому оценка снизу на уровне энергии в Шеренгере достаточно прозрачная, что ниже на ямы мы опуститься не можем. Еще раз упомяну, это Шеренгер, где раковская задача. Это не так. Там всегда есть нижний континуум, поэтому 1С уровень в атоме водорода ниже литеристском это минимум. Так. А в литеристском так это всего лишь точка перегиба. Так. Потому что есть куда падать дальше. До нижнего континуума и поехали. Другое дело, что нижний континуум по правильному обращению переводится на язык античастиц, то бишь полетронов, но с точки зрения формально самого гаммитаринального Дирака это именно так. все понятно? Все понятно. Значит это какое свойство по номеру? Третье. Значит это третье свойство. Поехали теперь к четвертому свойству. Значит тогда это я сотру или может быть даже не сотру. Это четвертое свойство. Пусть у нас потенциал на бесконечности выходит на ноль. Обозначение понятно? Это пространственная бесконечность. Я и не пишу никаких векторных значков, потому что векторная бесконечность это как-то нелогичное обозначение. Хотя вообще-то можно было бы вести, но почему-то его нет. Значит это означает, что на силе большого радиуса или при любом другом переходе у нас потенциал выходит на ноль. Тогда есть следующее очень принципиальное утверждение, что для всех разумных потенциалов, кроме экзотических исключений, я их уже упоминал, у нас с вами при е меньших нуля, если таковая область потенциалей найдется, будет дискретный спектр. при е больших либо равных нуля, так, именно так, энергия равная нулю, это уже непрерывный спектр. Непрерывный спектр. Это не точное утверждение, так, это не всегда, но это достаточно часто встречающийся случай, когда у нас с вами в потенциалах нет экзотического поведения. Значит, доказательство очень простое. Если мы имеем дело с состоянием непрерывного спектра, так, то мы имеем дело с волновыми пакетами. Волновые пакеты всегда расплываются, вот, только что мы с вами это обсудили и проверили, что это именно так. Так, здесь уже ни у кого сомнений нет. Волновые пакеты расплываются, частица выходит на бесконечность. Когда частица выходит на бесконечность, она квазисвободная, потенциал равен нулю. Так, если потенциал равен нулю, то энергия у нее обязательно положительная. Можно сделать сколь угодно узкий пакет, так, с центра в точке E0 в импульсном пространстве. чтобы он был квадратичный. Кадратичный интегрируем. Отпустить его, он расплывется, так, и тогда у вас E0 должна быть обязательно положительной. Понятно? А если у нас с вами в потенциале есть область ямы, то тогда у нас выникает дискретный уровень. Дискретный уровень лежат обязательно при энергии меньше нуля, потому что если энергия больше нуля, то это пакет, и мы расплываемся. Понятно? Значит, следующее свойство. Значит, только говорю, вот эта теорема, которая доказывается вот такими движениями, вот так вот, да, со всплыванием пакета, но это не строгая теорема. Есть примеры потенциалов, которые на бесконечности зануляются, так, но обладают уникальными свойствами. Это пример фон Неймана и Вигнера цайт шрифт фур физик, это по-немецки, так, 1929 год, у меня одетого, точнее, даже я сам себя гонял на мехмат, на седьмой этаж, так, потому потому что цайт шрифт находился вот такой только там. Значит, потенциал В от трехмерная задача с асимптотикой, не буду вас заморачивать, какой он при конечных R, так, но асимптотика вот такой, осцелирующий с пределом, равным нулю, так, но он осцелирующий. В таком осцелирующем потенциале явное решение показывает, что дискретный уровень есть, но только он вложен в положительный непрерывный спектр, так, причем волновая функция квадричного интегрирования и ортогональна всем функциям непрерывного спектра. Но при этом у вас с вами удивительная картинка, когда отрицательных уровней нет, так, все уровни соответствуют только e больше нуля, и вот здесь вот живет еще один дискретный уровень. Он дискретный, он квадричный интегрированный, он антагонален всему непрерывному спектру, то есть все разложения совершенно корректны, так, но вот такая экзотика, естественно, что и не только такая, это просто явные примеры, эти для фамилии вызывают большое уважение, это очень соображающие ребята, не то слово. других примеров я не знаю, может быть и существует, но физических приложений у них громких таких не было. Но про это надо помнить, что это на таком достаточно примитивном уровне правильно, и в большинстве простых потенциалов это действительно так. Если потенциал сложный, можно ожидать всяких экзотических исключений. Значит, следующая, пятая, оценка на потенциал для того, чтобы возникали свяженные состояния. Опять же, шкалировка потенциала на бесконечности ноль, так, это просто физически осмысленное ограничение, но потенциал у нас с вами может иметь область ямы, так. Размер ямы условный, а глубина ямы, ну, здесь лучше вводить не глубину ямы, а немножко по-другому, среднее значение потенциала внутри ямы, так. V0, так, это не минимум, так, а то, что называется магнитуда, средняя величина потенциала внутри ямы. Значит, она отрицательна, и наша самая задача, нет, давайте возьмем, пусть она будет положительна, так, тогда здесь поставим модуль, так, чтобы потом не морочиться. простые соображения следующие. Если частица находится на дискретном уровне, так, то она должна быть локализована в области ямы. Тогда у нас с вами средняя энергия, вот наш функционал, так, оценивается, как h квадрат на 2m a квадрат через оценку импульса h поделить на a, так, плюс средний потенциал. Для такой картинки, так, средний потенциал это как раз будет минус в 0, так, вот ровно так же, как здесь, так, только мы выносим здесь, здесь мы оценивали, именно оценивали сверху минимальным значением, так, а здесь мы оцениваем по порядку величины и тогда получаем, что это будет просто минус v 0. Выносим v 0 из-под знака интеграла теперь по теореме о среднем, не мажорантную оценку делаем, а именно просто по среднему, так, оставшийся интеграл для связанного состояния единицы, поэтому здесь оценка на потенциал это минус v 0. Чтобы это было связанным состоянием, смотрим сюда, это дискретный спектр, когда e меньше 0. Здесь мы должны поставить условие меньше 0, и тогда получаем следующее, очень часто встречающиеся в реальных ситуациях условия на связь между глубиной и шириной ямы 2m v 0 a квадрат на h квадрат больше, ну, это так, вот так вот напишу, чтобы понятно было, что это оценочное соотношение, а не точное, так? Для большинства почти полного трехмерных ям и стандартных двумерных это условие выполняется, В трехмерном случае ограничения, исключений вот таких ярких неизвестно, хотя это оценка, так? Поэтому нет стопроцентной гарантии, что она абсолютно верна, как теорема, так? Но у нее есть экзотические, даже не экзотические, а уже важные с точки зрения приложения исключения. Прежде всего это одномерная яма с равновысокими стенками. Двумерная яма с равновысокими стенками тоже туда попадает, но поскольку с плоскостями у нас плохо, в отличие от одномерных задач, или квазиодномерных систем, то давайте ограничимся только случаем одномерной ямы, я его разберу специально, а в трехмерном случае, как ни странно, это условие выполняется очень хорошо, ни одного значимого примера ловушки, так, с глубиной, шириной, не удовлетающих этому условию, пока в общем, человечеству неизвестно. хотя я сейчас подчеркиваю это оценка, которая необязательно должна быть строго легитимна. Шестое свойство это тот факт, что в квантовой механике есть эффект туннелирования. Значит, следующее свойство, оно принципиально важное, что все чуть-чуть отдохнули, это наличие туннелирования. Что такое? В какую сторону? Да ладно, вот в эту, правильную, так? Значит, классической физике у нас с вами есть очевидное утверждение, что если есть область, где у нас с вами потенциал может превышать энергию частицы, так, то у нас с вами частица не может выходить за границы того, что называется разрешенная область, потому что вот здесь у нас получается запрещенная область, там критическая энергия должна быть отрицательна, а им пусть мнимая. К классической механике это незапустимо, поэтому в классической механике у нас всегда в таком случае есть точки поворота. В квантном случае это не так. В квантном случае это вы прекрасно знаете, что частица может проходить в запрещенную область, при этом модуль Пси квадрат с удалением частицы в запрещенную область внутрь будет обязательно убывать и сюда и сюда если мы углубляемся в запрещенную область, но на конечных расстояниях от точки поворота внутри запрещенной области умновая функция не ноль и это тоже называется эффект тоннелирования. Вот эти частицы квантом в случае может проходить сквозь барьеры, что в классическом случае она сделать никогда не сможет, она обязательно отразится с единичной вероятностью. Единственное, что здесь надо оговорить, то, что к сожалению не во всех основных монографиях эта тема комментируется правильными словами. В том же Ландау, хотя один из самых главных учебников именно Проводения Шеденгера, они собираются считать, что это все, что нужно, но как Шеденгеровская книга, она очень подходит. Так вот там сделана попытка объяснить тоннелирование следующим образом. Так, ушли сюда, так, локализовались вот здесь, тогда у нас кинетическая энергия всего соотношения неопределенности не определена и тогда она может быть отрицательна. Так, ну и этим самым объясняется почему возможно тоннелирование. Ну это очень небрежное объяснение, скорее всего, лишь что-то не понял, что имел ввиду Лев Давидович, так, потому что вот вам простейший пример. Осцилляторная яма, теперь именно как яма, где движется частица, потенциал В от х м омега квадрат пополам х квадрат, ну пусть это все одномерное, вот уровень, ну пусть это уровень аж омега пополам, так, нижний уровень, волновая функция это гаус, кстати, всех просим напомнить, а на нулю равно нулю, вот сейчас бы его решить, почему я судорожно вспоминал, что же еще надо было в начале-то сказать, так, никто не напомнил, так вот смотрите, значит, у нас сам уровень аж омега пополам вот здесь, вот гаусс, это волновая функция, точки поворота классические вот здесь, что, сначала не поняли, что имелось ввиду под а на нулю равно нулю, теперь понятно стало. Ну я же все время, я анонсировал давно, что как только у нас будет координатное представление, я вам предъявлю точный ответ задачи а на нулю, в чем я вчера помнил, что три пункта надо говорить сразу, ну вот слишком много сразу упомнить сложно, значит, смысл простой, так, точки поворота классическая задача, у нас с вами осцилляция частицы от одной точки поворота до другой, за потенциал мы не заходим, вот это у нас состояние, соответствующее точной энергии, а шумика пополам точный, никаких флуктуаций нет, тем не менее, вот, пожалуйста, вам эффект аннулирования, сюда и сюда, согласны, согласны, при этом все происходит, при фиксированной энергии, так, поэтому апелляция к тому, что у нас энергия становится неопределенной, когда мы локализуем все здесь, но это не та аргументация, которая здесь максимально удачна, здесь надо, опять же, делать усилие над собой и понимать, что оно есть с точки зрения решения уровня Шеллингера, и все, так, классического аналога нет, нет, так, как это именно происходит, мы с вами понять не можем, потому что мы живем в классическом мире, а это квантовые объекты со своими правилами игры, но сам факт аннулирования отрицать нельзя, и вот оно есть, и все, пытаться ему приписать какие-то полуклассические соображения, это снова уходить в то же самое, что делал Эйнштейн, так, когда соотношение неопределенности берется из квантовых соображений, а закон сохранения из классических, ну и тут же мы попадаем туда, где в общем, никакой логики в результате нету, ясно? Дальше движемся, очень важное свойство номер семь, так, семь, пусть в потенциале есть яма, так, есть некоторый набор дискретных уровней, стандартное обозначение начинается с нуля, нижний уровень всегда нулевой, ну, кто так принял, я не знаю, так, если у нас Н дискретных уровней, то мы всегда располагаем таким образом, значит, главное утверждение, что волновая функция основного состояния, темно, основное состояние, я надеюсь, всем известен, так, это есть волновая функция, не имеющая нулей, оговорка только одна, для частиц в потенциальном поле это корректно, для трех частиц, трех электронов, так, если вы решаете задачу на основное состояние атома лития, это неверно, потому что диаграмма Юнга это треугольник, так, поэтому волновая функция в такой задаче с тремя частицами за счет статистики электронов, тремя статистики электронов, нулей будет иметь обязательно, так, но это трехчастичный для одночастичной нашей с вами это верно, совершенно однозначно и связано это с просто элементарными соображениями на точном языке функционального анализа это теорема Люстерника-Соболева, то есть это именно теорема функционального анализа, а смысл ее очень простой, пусть у нас вот здесь область ямы, я рисую одномерную картинку, которая вполне адекватна так, потенциал с ямой так, и есть две функции одна гладкая без нуля, так, вторая с нулем какая из них будет иметь большую энергию? так, еще утверждение на пальцах выглядит так значит, идем в оценку нашей средней энергии и сразу видим, что вот эта функция имеет минимальную производную и тем самым минимальную кинетическую энергию энергию эта функция имеет нуль значит, у нее достаточно большой градиент и тем самым кинетическая энергия большая так не очевидно заранее что выиграет в конкуренции потому что здесь оценка потенциальной энергии без нуля будет кажется, что больше а здесь за счет того, что есть нуль кажется, что оценка потенциальной энергии будет меньше вот на это нужна теорема вестралика сутбуева которая говорит, что выигрывает всегда волновая функция без нулей так для нее оценка энергии оказывается ниже чем для функции с нулями поэтому волновая функция не имеет нулей а тем самым она автоматически оказывается невырожденной потому что если мы предположим что у нас уравнение шейдингера есть две основные функции основного состояния пси 0 и пси 0 с тильдой соответствующие одному тому же е 0 то мы немедленно построим их комбинацию пси 0 как бы его позначити с крышечкой с крышечкой не получится давайте с крышечкой пси 0 плюс некоторая константа с на пси 0 с тильдой достаточно вот так да это тильда что определяете есть вот и играя константы с так мы всегда можем занулить функцию пси 0 с крышкой в любой заданной точке пси 0 с челли при этом линейной комбинации двух решений с одним тем же и 0 тоже будет связаться решением с тем же и 0 так нового функции основного состояния лей быть не может поэтому основное состояние вот в этой задаче про частицу так не выражено и не имеет нулей факт который проверяется на всех известных примерах что действительно так но подчеркиваю что для более сложных задач этот утверждение может быть неверным восьмое свойство так это если у нас с вами потенциал на бесконечности выходит на 0 так и всюду положительный даже вот так то у него может быть только непрерывный спектр так уровней дискретных в нем быть не может потому что нет в области ямы рассеяние всевозможное вполне легитимно так то есть я считаю что этот потенциал ничего не означает но уровней в нем не будет потому что для уровней обязательно наличие ямы яма может в одномерном случае быть бесконечно малой по магнитуде и бесконечно узкой по размеру но связанное состояние хотя бы оно одно даст но это должна быть обязательно яма с отрицательным значением потенциала если потенциал всюду положительный как например задач колонского отталкивания так то ничего кроме растения у нас с вами не будет скажите пожалуйста там все таки инициалы там где мы сейчас пишем положительные или все таки неотрицательные ну и в смысле что я определяю что больше либо равно один он может он может быть пожалуйста он может быть вот такой он может себя вести вот так и уходить прям в ноль то есть не стремить а в ноль вот здесь могут быть недостабильные состояния так пожалуйста так ну или совсем просто оболочка типа фуллерена или что-нибудь еще пузырь полупрозрачный так здесь потенциал ноль здесь потенциал ноль где дельта функция так здесь положительная дельта функция потенциал положительный в таком пузыре у вас могут возникать метастабильные достаточно долгоживущие состояния пока частица колеблется от стенки к стенке так но это метастабильное состояние это резонанс в непрерывном спектре здесь потенциал ноль здесь потенциал ноль поэтому здесь как раз больше либо равно так а для того чтобы были шансы на дискретные уровни у вас должна быть обязательно область отрицательности она может быть в одномерном случае очень маленькая так в трехмерном случае она у нас с вами подчиняется вот такому условию в одномерном она будет очень маленькая но она должна быть и если и если его нет то где мы рассматриваем все так мы пакет рассматриваем это непрерывный спектр и дискретные уровни это вот они так дискретные уровни могут возникать а их может и не быть так непрерывный спектр тоже может быть может не быть если у вас потенциал бесконечно высокими стенками то это запирающая яма и там только дискретные уровни непрерывного спектра вообще не будет но если у вас потенциал шкалирован вот так то если есть область ямы то могут в одномерном случае всегда а в трехмерном только при наличии этого условия двумерный там ну посложнее так ответы есть опять же оценочные что уровень при одинаковой высоте по окружности стенок ямы один и тот же там экспоненциально малый уровень может существовать но это в отличие от номерной задачи существует менее чистая оценка а здесь вот так если потенциал у вас такой только непрерывный спектр другое дело что вот здесь вот получаются типа ямы но здесь частица некоторое время может болтаться стенки к стенке а потом она обязательно протонулирует и уйдет это типичная задача про резонанс девятое свойство так следующее если уровни не вырождены тогда они всегда могут быть выбраны вещественными речь это дискретных уровнях непрерывный спектр это не так потому что у вас даже в одномерном случае есть падающая волна икx и отраженная и минус икx с одной и той же энергией а в дискретном аспект выполняется следующее утверждение оно связано с тем что гамильтониан у нас с вами это чисто вещественный оператор и лапластиан и в это вещественные операторы так ну или функции кому больше нравится это означает тогда что если мы записали psi как у плюс и в так то из уравнения Шеттингера автоматически делением уравнения Шеттингера на мнимое вещественное мнимое счастье получаем два уравнения на один и тот же уровень если уровень невырожденный то у и в связаны другом константой множителем согласны ну тогда мы всегда можем записать вот эту комбинацию через фазу так а фазу в квантовой механике мы всегда можем выбрать равной нулю понятно давайте сделаем так если буду вспоминать десятое решим с вами ту задачку которую вы мне не напомнили а ее сделать надо именно сейчас на самом деле надо было сделать конечно в прошлый раз под конец но поскольку слишком много всего интересного одновременно в голове сидит то очень трудно выдержать исходный план действий значит возвращаемся опять назад я вам тогда еще обещал что когда представление решается очень просто значит вводим волновую функцию основного состояния в координатном базисе так и вот это уравнение так значит напоминаю что это одномерный осциллятор поэтому одна переменная х координатного базиса вот это уравнение переводим в координатную форму значит а равно ку плюс и п на корень из двух так вспоминаем что такое ку и п через малый ку и п которые размерные и которые собственно участвуют у нас в коронатном представлении значит это будет у нас с вами корень из м омега на 2 h q так именно так исходное q большое вводилось в деление размерности h поделить на м омега здесь наоборот плюс и единица на корень из 2 h м омега p вот здесь состоят уже q и p малая те самые которые участвуют в исходном коммутателе переводим теперь все наше уравнение по правилам перевода операторов q и p в коронатное представление так то есть берем x a 0 это 0 и это же у нас с вами уравнение на psi 0 так следующего вида корень из m омега на 2 h q превращается в умножение на x так плюс i корень из 2 h m омега минус i h d x на psi 0 всем понятно по честным правилам перевода координатное представление так когда мы берем вот такой матричный элемент с базисным вектором так то q превращается в оператором умножения а p минус h dpdx это у нас 0 тогда мы получаем следующие значит двойки сокращаем так h пойдет в числитель перекидываем и получаем m омега на h без корня x плюс d по dx psi 0 от x равно нулю все понятно решение это уравнение в уме так гауссовая функция psi 0 равно c e минус m омега на 2h x квадрат гауссовая функция как это должно быть номеровочная константа c определяется из условия psi 0 квадрат dx равно 1 так это у нас с вами есть c квадрат на e в степени минус m омега на h без половинки x квадрат потому что psi идет в квадрате дальше нужен интеграл полосуна Миша вы помните интеграл полосуна? там что-то ну там единичка на корень из 2π корень из 2π корень из 2π поделить можно просто это вспомнить распределение гаусса там единичка на корень из 2π d квадрат d d квадрат это то, что у нас по сути ашное это d квадрат значит ну я даже здесь не ставлю модуль по-хорошему надо написать был бы здесь модуль но мы все это уже знаем что фазу мы не поймаем никогда поэтому сразу упадем равно 0 и константа c у нас с вами корень четвертой степени из m омега на 2h на пиаш все понятно все понятно все понятно так вопрос есть вопрос нет ну вот все, что нужно мы с вами тем самым проверили 0 нормированный вектор единственный потому что решение этого выравнения в виде квадратичной интегрируемой функции у нас с вами вот такое в виде гаусса и все понятно на всякий случай предъявлю еще один факт который не то чтобы принципиально важный но тем не менее он тоже полезный значит давайте по нашей формуле а крест n оригинь из n фактори ау на 0 для всех n-ных уровней осцилляторных построим их волновые функции cn от x это xn так это у нас с вами значит единица сразу вынесем двойку значит вот сюда подставляем x a крест n 0 корень из n фактори ау так а крест выразится вот такой формулой только здесь будет минусы ясно ясно теперь значит смотрите здесь окрест в n вот эту двойку вынесем наружу и напишем так 2 в n n фактори ау под корнем от каждого а корень из двух знаменателей и в n-ой степени значит будет корень из 2 в n-ой степени n фактори ау и дальше получаем следующее значит окрест у нас с вами оператор корень из m омега на h x минус теперь потому что в p минус и h так минус корень из h на m омега d по d x это будет в n-ой степени потому что у нас так есть n-ая степень а дальше у нас просто x умножается на 0 и дает это все в виде все 0 от x ответ для всех элементов функций через форму у кого кто помнит это называется метод производящей функции вот такое ммф кого формул я к тебе не вспомню Настя вы математик по-моему родриго да правильно скорее всего родриго вот она во всей красе причем если оптициональный литрик снормировано она у нас нормирует вот этим коэффициентом то с учетом всех вот этих коэффициентов все сразу будут нормированы на единицу то есть все что доктор прописал это должок мы его вернули и теперь движемся дальше значит давайте теперь перейдем к следующему подразделчику под названием одномерное или одномерное уравнение шеденгера и имеет прямой смысл разбирать именно отдельно так потому что одномерные системы или квази одномерные системы у нас с вами действительно есть так это полимеры полимерные нитки так трансформа не цис а транс так это всевозможные нанотрубки так они не идеально одномерные естественно они квази одномерные но в целом ряде важных и практических и физически интересных случаев движением в других направлениях можно пренебречь это в принципе движение частицы заряженной в сильном однородном магнитном поле другое дело что она должна быть действительно сильная так таких сильных полей пока в общем к сожалению создать не удается но если бы они были были то тогда действительно можно было реализовать целый ряд физически очень интересных случаев когда тот же электрон ограничивается в движении плоскости xy разрешается только движение по оси z куда направлено магнитное поле другое дело что область локализации по отношению к напряженности магнитного поля это логарифм так логарифм это как известно вообще не функция а так что-то такое не очень существенное поэтому чтобы логарифм заработал нужны очень большие напряженности типа квантов электродинамической тогда действительно будет реальное сжачие в плоскости xy поэтому такой пример сейчас не актуален потому что такого здесь у нас с вами нет но все что есть говорит о том что такое должно быть одномерное уша это у нас с вами гаминтониан в виде минус h квадрат на 2m d2 под x квадрат плюс v от x значит у этого уравнения есть свои специфические свойства на которых надо обязательно остановиться первое это то что если дискретный спектр есть так то он обязательно не вырожденный а если не вырожденный то луновые функции дискретного спектра всегда можно выбрать вещественные здесь у нас h psi n равно e n psi n все psi n обязательно не вырождены доказательство очень простое пусть у нас есть две h psi 1 равно e psi 1 и то же самое с индексом 2 e одно и то же и это дискретный спектр так тогда перепишем уравнение Шеттингера для одномерного и двумерного случая в таком виде psi 2 штриха 1 плюс 2m на h квадрат так e минус v psi 1 равно нулю так и соответственно psi 2 2 штриха плюс 2m на h квадрат e минус v psi 2 равно 2 значит никого сопряжения ставить не нужно теперь так потому что заведомо известно что если они есть то они обязательно вещественны значит строим комбинацию psi 2 psi 1 2 штриха минус psi 1 psi 2 2 штриха так и с правой части сразу видно что у нас с вами это будет равно нулю с другой стороны это у нас d по dx x от врансхиана между psi 1 и psi 2 врансхиан понятие надеюсь вам еще вам еще не забытое врансхиан вот именно для уравнения шейдингера так имеет следующий вид подчеркиваю врансхиан понятие очень общее для системы врансхиан первого порядка врансхиан строится по-другому так это матрица столбцы матрицы это отдельные фундаментальные решения так в нашем случае врансхиан это psi 2 да psi 1 штрих минус psi 1 psi 2 штрих с произволенной врансхиан второго порядка значит в нашем случае если у нас есть две функции соответствующие одному и тому же уровню то между ними врансхиан равен нулю так ну а если он равен нулю то ну можно не доказывать все помнят так то функция psi 1 2 не зависима ну это делать очень просто перепишем это равенство нулю в таком виде проинтегрируем получится логарифмы и константа интегрирования логарифм psi 1 равно логарифм psi 2 плюс некоторая константа берем экспонент так psi 1 равно psi 2 умножить на е в степени нашей константы это следует что psi 1 и psi 2 обязательно должны быть лензависимы и поэтому на самом деле у каждого дискретного уровня одномерного лензависима выделено отдельным пунктом это то что в одномерном случае любая сколь угодно узкая сколь угодно мелкая совершенно не обязательно симметричная абы какая но потенциальная яма с областью очень просто значит отсюда следует раз 0 то в рунске константа уходим на бесконечность если это дискретный спектр то волновые функции зануляются так тогда в рунске равен 0 так значит вот плохо нет так нельзя назначить получается вот наша яма вот такая фитюлька несимметричная сколь угодно мелкая сколь угодно узкая так с единственным условием чтобы края ямы выходили на ту одну и ту же высоту так эту высоту удобно принять за 0 так за счет того что мы всегда можем изменить начало счета энергии и именно тот факт что стенки ямы равновысокие позволяет нам установить вот именно точку 0 так чтобы она соответствовала верхнему краю мы дальше пользуемся вариационным принципом а именно устраиваем вариационную оценку на энергию с пробной функцией специального вида так это вот как раз во всей красе работа вариационного принципа выбираем пси тр тр это trial пробная так от x в виде ну давайте пока напишем константа e минус и и и x квадрат пополам вот такая гауссовая функция и и сразу можно предполагать что достаточно мало вовновая функция вот так вот размазана относительно размеров ямы но на бесконечность она бывает и поэтому всегда квадратично интегрировано константу интегрирования немедленно находим значит она естественно должна быть томирована чтобы пользоваться вариационными оценками константу интегрирования находим снова из гауссова интеграла поэтому c у нас равно корень четвертой степени из эпсиума к пи все понятно всем понятно так и теперь просто вот так как нужно работать с вариационными оценками которые очень полезны так и вариационный метод вот здесь уже сразу начинает нам давать сеть разумно добровечно значит е тр это е от пси тр по определению так энергия нашей нашей пробной функции так пси тр h пси тр это у нас с вами будет расписано в явном виде интеграл по dx так первые члены кинетической части его удобно написать так h квадрат на 2m перекинуть производные в разные стороны чтобы был на был квадрат так здесь будет пси штрих тр квадрат пси вещественно поэтому модули никаких писать не нужно так а здесь у нас будет просто d по dx понятно вижу плюс интеграл v от x пси тр квадрат от x dx честная вариационная оценка на энергию значит вычисляем первый интеграл ну первый интеграл можно сразу написать как t тр да поскольку это кинетическая энергия h квадрат на 2m наружу корень из ипсион к пи корень не четвертой степени а второй потому что квадрат так тоже наружу интеграл по dx значит вопрос какой-то просто подвинулись значит дифференцируем по x нашу функцию так будет ипсион x в виде множителя ипсион x и минус ипсион x квадрат пополам и все в квадрате я делаю достаточно подробно чтобы во-первых самому нигде не запутаться ипсион квадрат интеграл по dx минус до плюс бесконечности x квадрат и минус ипсион x квадрат значит вот такие интегралы в нашем с вами случае по частям брать запрещено так это безгран просто неприлично так как это надо брать Валыч через минус производной по x конечно вот этот интеграл это минус d по dx ипсион так от гаусса то есть от пи к ипсион так и тем самым это равно корень из пи на одна вторая только ипсион куб согласны? согласны раз согласны то значит это мы с вами прямо вот здесь напишем значит смотрим представляем сюда h квадрат на 4m сюда а сейчас дальше корень из пи сократился здесь ипсион так здесь ипсион куб поэтому будет единица на ипсион еще ипсион квадрат оттого ипсион все нормально согласны? оцениваем потенциальный член и вот здесь вот вот это место ключевое потому что значит естественно епсион мы выбираем для мелкой узкой ямы очень маленькая тогда в пределах ямы мы можем спокойно наш гаусс считать константой равной единице поскольку показатель будет маленький дальше у нас с вами тем самым остается значение функции в нуле это будет корень из епсион ки вот он да на интеграл d от x v от x и вот это на самом деле самое ключевое место потому что при равновысоких стенках мы выводим потенциал бесконечности на 0 имеем полное право выводить так начало счета чтобы здесь был 0 так тогда этот интеграл у нас конечен если у вас одна из стенок не на том уровне а вот здесь тогда этот интеграл обязательно будет расходиться и оценка не проходит если же стенки на одной высоте вот это условие равновысоких стенок здесь ключевое то у нас интеграл конечен отрицателен потому что мы интегрируем именно по области отрицательности и тогда мы с вами получаем окончательно для етр для энергии пробной функции следующий ответ h квадрат на 4m эпсимон минус корень из эпсимон пи на ну вот пусть по среднее так минус потому что у нас интеграл обязательно отрицательный значит наше условие дальше обыгрывается так значит ну я рисую просто картинку потенциальную так значит варюционный минимум так точный это наш уровень основного состояния е0 он минимум он отрицательный вот здесь у нас е равный нулю так здесь больше уровня нет мы с вами через точное уравнение шейдингера ищем именно е0 и он соответствует минимуму варюционного функционала мы с вами выбираем некоторое пробное етр пситр так для которого етр заведомо меньше нуля потому что обыгрывая вот эту величину сразу ясно что мы всегда можем подобрать такое малое епсион чтобы эта величина была меньше нуля так епсион мало и епсион всегда будет много меньше чем корень из епсиона поэтому здесь меньше нуля и мы с вами оказываемся вот здесь так минимум точный обязательно лежит ниже потому что он абсолютный минимум варюционного функционала мы с вами показали что у нас есть пробная функция на которой значение варюционного функционала меньше нуля значит минимум точный лежит еще ниже а если он лежит еще ниже значит он лежит по отрицательных энергиях значит это Это основное состояние, которое существует и дает нам отрицательное значение E0. Понятно? Поэтому в одномерной яме, неважно какой, лишь бы стенки выходили на одну и ту же высоту, так у нас всегда будет существовать, по крайней мере, одно связанное состояние. Причем область локализации его, если яма мелкая и узкая, значительно больше, чем размер ямы. И именно вот это последнее свойство, оно не проходит с точки зрения той оценки 2m в 0а квадрат, при этом наш квадрат больше либо 1, потому что там молчаливо предполагалось, что связанное состояние локализовано в области ямы. И именно оттуда была для импульса оценка порядка h на а, и возникало вот это дополнительное соотношение на глубину и высоту. Здесь за счет маус-ти епсилон волновая функция делокализована относительно размеров ямы на совершенно другой масштаб, но тем не менее это будет связано с состоянием, и любая одномерная яма в одномерных задачах может работать как ловушка. К примеру, выше крыши, так, если допировать полимеры нитевидные с помощью примесей, которые будут оттягивать на себя пи-электрон, который связан гораздо слабее, чем сигма, или наоборот отдавать, так, работать либо акцептором, либо донором, так, то в соответствующий случай акцептора автоматически срабатывать будет всегда, потому что какой бы и он ни пришел, так, он всегда на себя пи-электрон оттянет за счет вот именно одномерного свойства. Поэтому допирование одномерных полимеров, оно очень эффективно, и в 80-е годы народ на ушах стоял от этого эффекта, но другое дело, что для того, чтобы его грамотно объяснить, нам потребуется ровнение дирака одномерное. Поэтому давайте сейчас мы просто этот факт констатируем, а более подробное объяснение уже будет потом, когда у нас будет тема под названием Direct Equation in Action. Валерий дирак в работе. Так. Все понятно? Замечательно. Значит, вот это место принципиально. Оговорюсь сразу. Для двумерных ям с равновысокими стенками, равно высокими стенками, такое утверждение качественно можно предъявить, но оно не совсем честно. Так. Если здесь у нас идет честная вариационная оценка, так, то там оценка более грубая, и если здесь в мелкой яме уровень основного состояния квадратичен по потенциалу, так, то там он экспоненциально мал, слежит совсем-совсем у верхнего края ямы, и оценка это, ну, проверить все невозможно, потому что двумерных систем у нас нет, так? Если одномерные полимеры действительно есть, и действительно все эти свойства там проверяются очень хорошо, то в двумерном случае пока у нас с вами полный нуль по части эксперимента, поэтому лучше эту тему не поднимать раньше времени, а вот одномерная задача, она у нас совершенно чистая. Вот это все абсолютно законно. Все понятно? Прекрасно. Теперь переходим к непрерывному спектру. Значит, давайте нарисуем вот такой потенциал, потенциал, пока гладкий, с гладкими асимптотиками, выберем ноль вот здесь, так, V0 вот здесь, значит, тогда есть область ямы, так, тогда у нас здесь живут дискретные уровни, ну, имеется в виду дискретные уровни по энергии, по постановственной локализации они могут находиться на достаточно большем масштабе. А теперь давайте займемся состоянием непрерывного спектра. Состояние непрерывного спектра у нас с вами начинается от нуля потенциала, так, и идут дальше наверх, но здесь надо разбежать несколько режимов. Значит, первый режим, E меньше нуля, это дискретный спектр. Уровень хотя бы один есть всегда, сколько еще, вот это уже зависит от размеров ямы. Ноль меньше, равно E меньше V0. Это следующий случай. Я сознательно вот здесь написал, V0, естественно, больше нуля, так, это не пустое множество. И здесь у нас режим следующий. На левом конце, вот здесь, волновые функции имеют вид E в степени IKX плюс B E минус IKX, где волновое число вводится стандартной параметризацией через энергию, так? Но справа, так вот здесь, мы попадаем как раз в режим туннелирования. Потому что частица у нас идет вот здесь. Вот здесь у нее движение свободное, или вот здесь на левом конце клади свободное. Так? Дальше она так или иначе искажает свой профиль, но она проходит, и вот сюда она заходит, и здесь она туннелировать. Волновая функция на бесконечности правой ноль, так? Поэтому спектры обязательно не вырождены, потому что Воронцкий ангел все равно константа, так? Но вырождения здесь не будет. Если у нас здесь слева есть падающая волна неотраженная, то справа у нас с вами будет убывающий экспонент. Это даже только напишем здесь коэффициент c и минус каппа икс, так? Каппа равно корень 2m на h квадрат v ноль минус e. Подбарьерная область, так? Мы туннелируем ее, затухаем, поэтому решение у нас только одно, потому что Воронцкий ангел между двумя любыми решениями такого типа будет равен нулю. Понятно? Третья область это энергия больше либо равна v ноль. Обратите внимание на знаки, так? Вот здесь меньше либо больше либо равно нуля это порог непрерывного спектра. При нулевой энергии дискретных уровней не бывает их нельзя отнормировать. Поэтому состояние с нулевым волновым числом это уже состояние рассеяние. И здесь то же самое. Так? Если мы больше либо равны v ноль по энергии, то мы рассеиваемся уже по-честному. Когда мы рассеиваемся по-честному, у нас с вами есть две асимптотики. Одна слева соответствующая падающей волне и отраженной. Пси и стремится к минус бесконечности стремится к падающей волне. Мы ее нормируем просто на единичку, потому что для коэффициентов прохождения отражения важны отношения потоков, а не сами потоки b e минус i k x так c x стремится к плюс бесконечности. Частица теперь проходит над потенциалом. Так? Здесь она туннелирует. Если мы ну давайте введем здесь v1, если у нас энергия расположена в интервале от v0 до v1, то здесь у нас режим туннельного прохождения, тем не менее он совершенно нормально отрабатывает туннельный эффект, значит амплитуда падает, но дальше она, частица движется. Ну а если над барьером, то у нас с вами частица проходит без туннельного промежутка, но при этом все равно отражение может быть это вот называется то, что называется надбарьерное отражение. Коэффициент b у нас с вами даже при энергии больше, чем v1 туннельного не будет. но вот здесь мы с вами должны оставить только прошедшую волну постановка задачи несимметричная. другое k будет уже. Да, k1. Спасибо, Миша. Значит, энергия у нас равна h квадрат на 2m k квадрат, так, а k1 при этом это корень 2m на h квадрат, теперь уже e минус 0. Именно вот так мы над барьером и мы идем с другим волновым числом k1. Для того, чтобы нам с вами привязать вот эти b и c коэффициенты к реальным коэффициентам прохождения отражения, мы, естественно, должны с вами обратиться к потоку, который мы только что с вами ввели, потому что именно он отвечает за все процессы переноса. задача у нас одномерная, поток у нас очень простой, h на 2m и psi сопряженно psi штрих минус psi сопряженно штрих на минус бесконечности пространственной это у нас с вами будет соответственно g x стремится к минусу бесконечности падающая волна hk поделить км с коэффициентом 1 hk км это скорость минус b минус модуль b квадрата именно модуль потому что коэффициент b он совершенно не обязательно должен быть вещественным у нас сами решения комплексные так и у b будет обязательно фаза так g x стремится к плюс бесконечности это у нас hk1 км на модуль c квадрат понятно так дальше вспоминаем те определения коэффициентов прохождения отражения или дифференциального сечения из механики это всегда есть отношение потоков именно отношение тогда у нас коэффициент отражения это у нас отношение отраженного потока вот отраженный поток к падающему остается просто модуль b квадрат так коэффициент t коэффициент прохождения это отношение прошедшего потока к падающему это у нас будет k1 k на модуль c квадрат понятно ну и на самом деле легко проверить что у нас с вами r плюс t всегда единица потому что это же у нас на самом деле воронскиан между psi сопряженной и psi штрих так а раз воронскиан то он не зависит от аргумента поэтому два этих воронскиана два этих потока равны отсюда немедленно следует единица минус модуль b квадрат равно просто приравниваем эти два потока поскольку это не что они как воронскианы это будет k1 k k модуль c квадрат согласны? согласны это у нас r это у нас t r плюс t равно 1 ну чтобы всем было понятно это есть условия унитарности эволюции ничего никуда не девается в данном случае это либо отразится либо пройдет что именно это уже отдельный вопрос что там у нас рассеивается а рассеивается может что угодно но если у вас кванта это депутатская квантовая частица то для нее всегда будет вот так вы разумели? вы разумели прекрасно тогда движемся чуть-чуть дальше очень интересная тема заключается в следующем можно ли или вы спросили как можно было бы восстановить потенциал нашей задачи что для этого нужно знать поскольку чаще всего на экспериментах мы видим результаты рассеяния так или дискретные уровни по темно-лим переходам но сам потенциал мы заранее ну в ряде случаев его можно в атоме водорода как чисто коммунский а в более сложных случаях когда у вас полимерная нитка или какая-то нанотрубка это задача очень нетривиальная так значит для вот таких одномерных задач имеется замечательный метод под названием обратная задача рассеяния восстановление потенциала по набору данных которые называются данные рассеяния я вам только сформулирую утверждение а дальше мы выберем кто бы нам сделал на эту тему корректное сообщение так значит данными рассеяния достаточными для восстановления потенциала через обратную задачу является следующая совокупность прежде всего нужно знать дискретный спектр и нужно знать соответствующие ну давайте напишем каппа n так по которым n восстанавливается как минус нас квадрат на 2m каппа n квадрат но это в точности как мы всегда это делаем так нужно знать каппа n нужно знать дискретный спектр так первое второе у дискретного спектра есть следующее свойство это называется ассоциационная теорема штурма которая звучит так основное состояние у нас всегда без нулей в намерной задаче а дальше имеет место быть следующее утверждение для уравнения это чисто математическое утверждение если мы как уже было написано занумеруем наши уровни в порядке возрастания начиная с нуля так е0 нижний е1 следующий и так далее то соответственно с этой нумерацией каждая последующая волновая функция дискретного уровня значит имеет нули расположенными так что нули предыдущие лежат между нулями последующие так ну я прокомментирую это примером который вы прекрасно знаете так квадратная яма одномерная то что мы с вами решали значит вот она от минус а до а так вот здесь ноль мы даже не будем так просто напишем чтобы места хватило вот здесь так основное состояние это косинус внутри и экспонент снаружи без нулей следующий уровень это нечетный синусный первый который возникает при соответствующих условиях в данном случае к ноль а если вы помните больше пи так оно вполне совместимо с условием 2 m в 0 а квадрат поделить на h квадрат примерно больше единицы ну в данном случае точный результат говорит что это будет больше пи значит это синус он вот такой и у него один ноль по определению есть потому что он синус так следующая функция по номеру будет снова четный уровень и он выглядит вот так у него будут два нуля симметричных потому что он четный но расположены так чтобы ноль предыдущий лежал между нулями последующий в данном случае понятно что в силу симметрии задачи у нас все будет обязательно симметрично значит волновая функция выглядит вот так следующая функция будет четная так и ее нули будут один нуль в нуле так а два других будут расположены так чтобы они обязательно удаляйте аема штурма чтобы нули предыдущие лежали между нулями последующие ну нарисовать ее можно безусловно но давайте даже нарисуем значит она будет вот такая дальше рисовать не буду потому что это уже все мельчит но как работает аема штурма теперь понятно тогда значит наше утверждение звучит так если мы будем нормировать все волновые функции асимптотикой слева вместе с дискретным спектром и минус капа n x плюс только потому что слева слева можно и в обратную в обратную сторону пусть вот так плюс потому что x минус то асимптотики справа у нас с вами будут x-стремицы плюс бесконечности вот такие это будет астралиционный множитель так понятно какой да в зависимости от числа нулей асимптотика справа будет либо положительной либо отрицательной bn по модулю e минус капа n x здесь то же самое так ну естественно рассматривается тот случай когда у нас с вами асимптотики ямы одинаковые а здесь минус единичка которая именно отвечает вот за эту астралиционную теорему вот эти bn тоже есть данные о 7 слева асимптотика жестко фиксирована единицами никаких коэффициентов тогда справа у нас конечно будет некоторый дополнительный коэффициент потому что яма не предполагается симметричной вот про них мы знаем это мы знаем автоматически из ассоциационной теоремы а вот эти bn включаются в данные рассеяния и дальше еще нужно знать коэффициент отражения как функцию от энергии и от умового числа если мы знаем совокупность капа n модуль bn и r от ка то вот это есть необходимое достаточное условие для того чтобы по этим данным рассеяния восстановить форму потенциала это есть уравнение гельфанда левитана марченко так называемое очень красивая штука очень красивая штука которая сгубила много качественного народа потому что на редкость аппетитным выглядела трехмерная задача так это все делается в одномерном случае в данном случае действительно все делается чисто так вполне серьезные люди дипа Роджера Ньютона это пожизненный главный редактор journal of mathematical physics международного журнала теоретическая математическая физика себя на это положили так чтобы пробить но не пробили потому что между одномерными задачами и трехмерными есть очень большая разница в одномерных задачах нет спина нет вращения нет спина в трехмерных задачах есть вращение и все меняется и бассернизация не проходит и все на свете не проходит но для одномерных задач или для радиальных задач по одной радиальной переменной все вполне проходит поэтому эта тема у нас с вами автоматически выносится на самостоятельную работу я с собой все что нужно принес осталось только выбрать желающего тогда это мы обсудим с Настей в прерыве а мы движемся дальше значит про вот эту одномерную квантовую механику мы в первом приближении все сделали но с оговоркой что у нас с вами рассматриваем потенциалы на бесконечности имели регулярную асимптотику видите их констант так тогда вот так либо дискретный спектр либо проходение отражения и для таких потенциалов так метод обратной задачи вполне проходит он действительно работает кроме того методом обратной задачи решается целый класс эволюционных уравнений типа кардерега дефриза ду по дт плюс у ду по дх плюс д3у по дх куб не обязательно вы если умножить у на альфу так господа не надо меня учить истинные вот канонические кредерег дефриза вот такой менять знак и менять коэффициент при вот этом слагаемом вы всегда можете потому что два линейных а это не линейное умножьте у или замените у на c у так и здесь играет сэма получите что угодно и минус 6 иногда здесь стоит так пожалуйста замените и все вот у вас если вы напишите здесь минус 6 вот будет у вас здесь минус 6 для красоты я не знаю кстати откуда минус 6 потому что экономический кредерег дефриза вообще никаких коэффициентов не содержит он просто по-моему из какого-то из приложения как раз где вот он же волны описывает вот по-моему как раз оттуда на поверхности мелкой воды совершенно верно это исходный вообще пример салитонных возбуждений когда это начальник всего этого дела как же его звали-то рассол а как его звали бартран но еще есть книжка для все это написано когда какой-то английский чуть ли не граф скакал вдоль канала так променад оставил так и был ветер и по каналу вместе с ним двигалась параллельно нелинейная волна так она не всплывалась она не смотрела она не всплывается он не смотрит дальше она не расплывается и вот таким образом возникли то что называется солитарь уединенные волны солитоны солитон назад сюда так которые заняли вполне собой серьезное место в физике но поскольку это все пробивается вот так это квантовая механика во всей красе то как раз эта тема на вполне подходит и знать про нее надо хотя для одномерных задач получилось я до синус картон это векде фрис нелинейный шейдингер потом всякие периодические потенциалы даже двояк периодические потенциалы но переноса на все на свете не получилось хотя повторяю поскольку это был довольно увлекательно и свежо виктор павлович маслов такой до бегал с криком что за а математику тоже надо давать нобелевские премии когда спрашивали какого черта так нобелев такого не завещал он немедленно отвечал кстати вполне обоснованно это было время когда вот эти обратные задачи были последним писком хорошая математика это физика за физику дает хорошую математику тоже надо давать в чем-то он был прав другое дело что это все было в то время когда предполагалось что и хромодинамика квантовая точно решаемая наука так все на свете ну надо было чем-то махать так тогда такие вещи проходили к сожалению ну может не к сожалению может так оно и должно быть оказалось что это все-таки прерогатива чисто одномерных задач и некоторых классов задачи так как всеобщий метод решения всего на свете он даже в одном случае не годится но синус гордон имеет массу приложений так когда век дефис это гидродинамика так нелинейный шеренгер очень имеет большую область приложений так это ps4 добавка так которые связаны с первым учетом ангромоничности в первом порядке так поэтому скидывать это со счетов ни в коем случае нельзя и знать про это нам с вами тоже нужно